Девушки отдыхают 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 Андрей Яковлев не понял замысел мании, Андрей Яковлев обходит одного, второго, передача не получилась у него, сейчас можно пробиться. Георги Боги там с плечом, но здесь Боги может пробиться, только сейчас удары Георгия взлопчутся, прошу оправдываю, вообще, мне кажется, самое интересное. Георги Боги 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 Заставный. У него этот мяч. Владимир Заставный. Возможность пробить. Удар и гол! 1-1. Да, что сравниваешь. В этом матче, друзья. Хотя там совершенно какая-то непонятная ситуация произошла. Вроде как страфной удар в середине поля. Мухаммед Куне был недоволен решением судьи. Матч продолжился. Одна передача на свободную зону. Еще в первом тайме с мячом. Часто играют через него. Он используется... О! Нет. Желтую карточку получает Мухаммед Куне. Я думаю, что Малиновский наверное был спиной к этому эпизоду. Он не очень хорошо видел кто же там на том фланге из орбиты. Давайте смотреть за этим эпизодом. Нет. На сей разе падает и кричит Александра Нико. Ох! Абдулгафар мамах! Вообще Дача сейчас конечно же рискует. Дача сейчас рискует. Владимир Заставный играет один по всему а флангу по всему лев. И вот там один перед собой Абдулгафар. Зачем? Можно было бы сразу Сергею Закинейлову отдавать отдавать этот мяч. Смотрите наткнулись на контратаку Циберлаз Артема Гидуковича. Я начался с ним до начала этого матча говорил, что все уже бегает вокруг поля и уже начинает тихонечко тренироваться. Мне кажется там была игра рукой и удар следующего убежал с фраунда 2. Для Зари я думаю что это вполне приемлемый результат в игре с Дачи но есть понимание того, что нет, не было там штрафного по мнению арбитра Заря будут играть Зима. Так что же если у нас заканчивать со счетом 1-1 это игра удачи 28 очков получается в совокупности Ох, как ему бы аплодировали стоя наверное даже его очко скорее теряет 2 ну и 2 2 2 2 2 3